Я худела всю жизнь, в школе сначала, потом в институте, и так до сих пор я и худею. То день рождения, то отпуск, а когда дети родились, так и вообще не до похудения стало, потому что что успел, то и съел. Либо силы воли у меня не хватает, либо все эти диеты просто мне не подходят. Сегодня все чаще люди тяготеют к чему-то новому, исключая из пищи довольно странный набор продуктов. И на вопрос «Зачем?» у каждого, понятное дело, свой ответ. Взять хотя бы макароны или хлеб. Почему человеку-худеющему их нежелательно употреблять в пищу? Потому что это углеводы, скажете вы, и будете правы, но с вами с удовольствием поспорят адепты безглютеновой диеты, которой, кстати сказать, решила придерживаться и наша новая героиня – Мария. Она-то и поможет разобраться, пусть и со всеми, но хотя бы с основными мифами, связанными с этой системой питания. У Марии задача не из простых. Всего лишь за день она должна определиться, какие продукты отныне будут появляться на семейном столе, а какие – нет. Немало любимых блюд придется исключить из рациона. Ну нет, Маша, от бодрящего, свежесваренного кофе отказываться, конечно, не стоит. Там же куплены в магазине какао, йогурты, фруктовые нектары, всевозможные соусы и заправки. Даже томатную пасту в жаркое борще и овощное рагу отныне класть запрещается. Производители нередко добавляют блютен в продукты, чтобы продлить их срок годности, поэтому встретить его можно где угодно. Глютен или клейковина – это группа белковых соединений, которые состоят из особых аминокислот в зернах пшеницы, ржи, овсянки. Этот продукт не синтезируется организмом человека. Проще говоря, это клейковина, белок. А сейчас посмотрим, как именно выглядит этот самый загадочный глютен. Для демонстрации нам понадобится столовая ложка муки, вода и салфетка. Теперь насыпаем и опускаем в воду. Промываем до тех пор, пока вода в чаше не станет совсем мутной. Достаем наш узелок, разворачиваем. Полученная клейкая масса – и есть глютен. Что за бред, подумает кто-то. Наши предки тысячу лет употребляли в пищу эти злаки и не боялись никакого глютена. Что поменялось? Ответ прост – поменялась пшеница. Если мы возьмем сорта, которые были созданы в прошлом веке, в 60-х, 70-х годах, эти сорта отличались пониженной урожайностью, но высокого качества они были. Когда мы сейчас выращиваем новые сорта, эти новые сорта дают более повышенную урожайность. Но качество зерна у этих сортов в какой-то мере немножко изменилось. Качество стало выше, мука белее, выпечка воздушная. А все потому, что в новом зерне намного больше глютена. Человеку, у которого организм легко справляется с переработкой подобных растительных белков, бояться по сути нечего. Если не злоупотреблять, они легко усвоятся организмом и выведутся дня через два-через три. Если же нет, то дела плохи. Людей с проблемой неусвоения глютена становится больше. То есть в организме отсутствуют необходимые ферменты для того, чтобы этот белок расщепить. Поэтому глютеновая энтеропатия либо целиакия. То есть это вот таким красивым названием называется. Это патология заболевания, которой страдают люди. Целиакия проявляется по-разному. Чаще всего это расстройство стула, это боли в животе, может быть, тошнота, рвота. Внутренние стенки кишечника покрыты ворсинками. Они помогают переваривать пищу и всасывают питательные вещества. Когда в него попадает клейковина или глютен, ворсинки разглаживаются. И это препятствует процессу переваривания пищи и всасывания полезных компонентов. Поэтому считается, что именно кишечные нарушения являются первыми причинами развития целиакии. Долгое время эту диету прописывали исключительно людям, страдающим от редкого заболевания. Но с каждым годом росла ее популярность среди худеющих. Лучше совсем отказаться от глютена, чем постоянно испытывать соблазн. Ведь человек редко ограничивается одним ламбургером, одним кусочком пиццы, одной порцией кетчупа. В результате избыток глютена откладывается на стенках желудка в непереваренном виде. Повреждает их и отравляет организм. Состояние здоровья ухудшается, вес увеличивается. Однако не стоит винить в своих несчастьях один лишь глютен. Иногда для того, чтобы похудеть, достаточно просто исключить из рациона некоторые не совсем полезные продукты. Полностью исключить пациентам, которые не имеют в анамзе целиакии, им, конечно, тяжело. Их очень тяжело мотивировать. Но убрать из рациона хлебобулочные изделия, алкоголь, молочный шоколад. Разные полуфабрикаты, в виде колбаса, сосисок и всего прочего, я считаю, это спокойно совершенно возможно. Да, вот эти все соусы, они тоже очень вредны. Соответственно, мы будем иметь и красивую фигуру, и красивую кожу, и в дальнейшем, собственно, полностью здоровый организм. Подобную облегченную диету врачи прописывают не только взрослым, но и детям. Им до полугода педиатры не советуют включать в рацион злаковые культуры, содержащие глютен. Тем, что постарше, не рекомендуют злоупотреблять конфетами, шоколадом, фастфудом. Советуют ограничить употребление макарон, перловки и манной крупы. При соблюдении вышеперечисленных правил самочувствие ребенка улучшается, работоспособность повышается. И вот доказательства. Леонид, прежде страдавший от чрезмерных нагрузок в школе и на тренировках, об усталости забыл напрочь и занялся изучением японского языка. Теперь вот мечтает заняться изучением испанского. Может и правда диета без глютена повышает работоспособность и мыслительную деятельность. Лицо, зеркало, к сожалению, не только души, но и образа жизни. Не доспали, получите синяки и мешки под глазами. Убивайтесь и нервничайте на работе, распишитесь под лишними морщинами. Мало бываете на улице, поздравляем, вы обладатель тусклой шелушащейся кожи. С аллергической реакцией на глютен при наличии чувствительности к данному компоненту, конечно, бороться не так-то просто. И не факт, что домашние процедуры пойдут на пользу. Кто-то предпочитает протирать лицо кубиками льда, кто-то шинкует огурцы, бананы и мастерит из этой нарезки маски, но спешим огорчить, ничего не поможет. Никакими косметическими средствами, никаким пилингом не убрать симптомы глютенового лица. Только исключением гликовины из вашего рациона. Я даже пациентам, которые у меня уезжают на море отдыхать, я им рекомендую исключать глютен, содержащий продукты, дабы иметь возможность в утренние часы загорать без солнцезащитных кремов. Потому что, опять же говоря, при нанесении солнцезащитных кремов, особенно с высоким фактором, то есть витамин Д в коже не вырабатывается. Поэтому это надо учесть. Правильную ли диету выбрала наша героиня, покажет время. Но уже сейчас, спустя неделю с момента нашего знакомства, перемены налицо. Мария несколько лет избегала встреч с первым весенним солнцем. Однако третий день она прогуливается с детьми и не чувствует дискомфорта. А всего-то стоило исключить из рациона продукты, содержащие растительный белок. Даже глаза на солнце слезиться перестали. С апреля по октябрь, больше полугода, пока светит яркое солнце, Мария не расставалась с очками. О макияже даже думать не приходилось. Зачем, если глаза постоянно слезятся? Реакция на глютен может проявляться различными видами. Это могут быть высыпания на лице, на коже. Это может быть повышенная пигментация. В редких случаях слезятся глаза. Не стоит подобную симптоматику игнорировать. Можете попробовать исключить глютен из рациона. Проверить, возможно, действительно, это реакция вашего организма. Аллергическая реакция организма на глютен. Возьмем по горстке самой обыкновенной зеленой гречки и попытаемся ее прорастить. Зерна в первой чашке увлажним сладкой газированной водой. Во второй – обычной. Через три дня смотрим. Гречка в первой емкости потемнела и не дала ни одного проростка. Во второй, напротив, проросла. А все потому, что газировка совершенно непригодна для этой процедуры. Так, например, ученые Чикагского университета связывают употребление глютена с преждевременным старением. Якобы он блокирует работу антиоксидантов – веществ, которые отвечают за борьбу со свободными радикалами и препятствуют деформации коллагеновых волокон. Согласно исследованиям американских дерматологов, клейковина усиливает окислительные процессы в организме и способствует формированию глубоких морщин. Со всеми проблемами – к врачу. Об этом мы не раз говорили и повторим еще. Массажа это тоже касается. Не хотите превратиться в шарпея-чемпиона со складками по всему телу – не тяните кожу самостоятельно. Доверьтесь профессионалам. Кстати, массаж – самая ранняя форма медицинской помощи. Поэтому, наверное, многие техники корнями своими уходят далеко за пределы нашей эры. Массажи делали кактусами, змеями, огнем, улитками и, как сейчас, ножами. Так боролись с целлюлитом еще в Древней Греции. Изменился разве что материал, из которого изготавливали инструменты, но приемы остались те же. Мы работаем с фасциями, работаем с лимфатической системой, заставляем выделительную систему работать, заставляем мышцы работать. Фасция – это такая связка, это начало мышцы. Фасция контролирует всю большую мышцу. И когда мы говорим о целлюлите, то идет слипание этой фасции. Мы разлипаем фасции, разлипаем спайки и даем ток лимфатической системе. И еще один нюанс. Вредные привычки, неправильное питание и процедуры красоты – вещи несовместимые. За время сеанса массажист избавит вас от 20 ненужных спаек. Придя домой, вы наедите еще 25. Выводы делайте сами. В подтверждение вышесказанного проведем следующий эксперимент. Возьмем два шарика. Один из пшеничной муки, второй из кукурузной. Поместим их в емкости с водой, а затем попробуем растворить хоть один из них. И что мы видим? Уже через 10 минут кукурузный шарик практически исчез. От него почти ничего не осталось. А вот пшеничный ничуть не уменьшился в размерах. Это говорит только об одном – глютен в воде не растворяется. Согласно исследованиям, все тех же американских ученых глютеносодержащая пища плохо переваривается. Окислительные процессы истончают слизистую кишечника. И те продукты, которые организм должен был бы вывести, в небольших количествах все же попадают в кровоток. Токсины в виде шлаков откладываются в клетках организма под кожей. Тело покрывается рябью. Или, как ее еще называют, апельсиновой коркой. Так появляется целлюлит. В этой диете я для себя вижу один плюс – это отсутствие постоянного чувства голода. А когда я хочу есть, я вообще злая и неадекватная. Ну давайте попробуем, встретимся через два месяца и посмотрим, что у меня вышло. Худеть можно по-разному. Можно долго, можно быстро. Можно навредить здоровью, можно наоборот его поправить. Вокруг диеты без глютена по-прежнему много споров. Некоторые врачи уверены, исключение клейковиносодержащих продуктов из рациона не поможет похудеть. Другие, напротив, видят в ней панацею от многих недугов и обещают тем, кто собирается ее придерживаться, и гладкую кожу, и стройное тело. Мы примем предложение Марии и все-таки встретимся через пару месяцев, чтобы сделать свои выводы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин